Реабилитация после войны. Восстановиться после контузии, полученной на Донбассе Сергею Бондарю, помогает необычное хобби. Он создает куклы Реборны. Киевский мастер – единственный в Украине реборнист-мужчина. За год работы о его куклах узнали в Америке, Италии и Сингапуре. Как рождаются силиконовые малыши, видела корреспондент ЮЭТВ Евгения Бурда. На рабочем столе кисти, краски и заготовки для будущей куклы. Сергею еще предстоит нанести на них около 40 слоев краски. Но маленькие руки и ноги уже поражают своей детальностью. Кусок резины пустой, мягкий. Когда уже наносится краска, она более плотная, появляется шероховатость, близкая к натуральной коже. А потом засыпается сюда наполнитель. У нас же и мышцы есть, и кости, не пустое тело. И у куклы также будет. Сергей прорисовывает натуралистичные сосуды, покраснения, младенческие морщинки. Специальным лаком выделяет каждый ноготок, прошивает прическу из натуральных волос. Каждая волосинка прошивается отдельно. Реснички прошиваются вручную, тоже натуральные. Эти куклы не делаются, они рождаются. По-другому и не скажешь. Мастер иногда общается с ними, как с настоящими младенцами. Каждая кукла для Сергея особенная. Уже во время работы они проявляют свой характер. Есть более спокойные, послушные. Бывают детали, то скачут, переворачиваются, то падают. Бывает, когда прошиваешь волосы, голова начинает крутиться. Непослушная такая. Пока Сергей делится некоторыми секретами изготовления, запекаются очередные детали. Это нужно для стойкости краски. Одни относятся к этому скептически и, грубо говоря, крутят пальцем у виска. И пока не взяли в руки эту куклу, часто отношение одно, а в руках подержали, поигрались. Эмоции совсем другие появляются. Необычным хобби Сергей увлекся случайно. Знакомая рукодельница попросила прошить кукле волосы. Он тогда искал занятия по душе. После войны он сменил несколько профессий. Сомневался, стоит ли пробовать такое хобби. Мужчинам привычнее конструировать какие-то мотоциклы, машины, деревом заниматься. А тут куклы. Летом 2014-го в Луганской области его танк подорвался на фугасе. Последствия ранения и контузии лечит до сих пор. Сна нет, руки трясутся, голова болит. Сидишь на капельницах и лекарствах. Это еще больше вводит в ступор. Но когда садишься за работу, будто возвращаешься в свое детство и восстанавливаешься. Создание реборнов стало для Сергея не просто хобби, но и работой. За год по Украине разъехались больше десятка кукол. Свои семьи игрушечные младенцы нашли также в Италии, Польше, США и Сингапуре.